С каждым годом в России становится все больше морских аквариумистов, и это, конечно, радует. Тем не менее, еще далеко не каждый желающий завел свое первое море. Я понимаю, почему это происходит. Потому что, несмотря на необъятные потоки информации в интернете, достоверной информации по этой теме все еще не так много. Я стараюсь заполнить эти пробелы и периодически снимаю повторяющиеся видео, в которых все-таки есть какие-то нюансы, есть какие-то дополнения, есть какие-то изменения. Поэтому каждый мой новый запуск чуть-чуть, немножко может отличаться от другого. И мои рекомендации, которые я даю, также могут незначительно отличаться от предыдущих. Потому что здесь накладывается мой собственный опыт и навыки, которые я приобрел за время запуска десятков морских систем. Сегодняшнее видео предназначено для тех, кто делает первые шаги в морской аквариумистике. Сегодня я расскажу о том, с чего начать, на какие детали нужно обратить внимание, при выборе своего первого аквариума и при его запуске. Этот морской комплект Junior я сегодня буду запускать для клиента, который захотел получить готовое решение. То есть я его запущу, и все этапы запуска морского аквариума пройдут у меня дома. И только через два месяца я передам этот аквариум клиенту, готовый, с запущенной рыбой и с запущенными кораллами. А у нас с вами появится замечательная возможность пройти все эти этапы и отразить их в дальнейших видео. То есть сегодня у меня будет первая часть, запуск. А дальше, в последующих видео, мы будем смотреть, как будут развиваться события в этом аквариуме. Это очень хорошо, потому что не всегда в запусках клиентах есть возможность отслеживать разные этапы. Так как у меня аквариум будет стоять все время дома, у меня такая возможность будет. Соответственно, этот блок будет состоять из нескольких частей. И сегодня первая часть. Итак, начнем. Я уже много раз говорил и повторю сегодня о том, что перед запуском аквариума очень важно выбрать место, где он будет стоять. Это место должно быть максимально темным, так вот скажем. То есть желательно в идеале, чтобы на аквариум вообще не попадали никакие солнечные лучи. Но идеального такого состояния вряд ли вы в квартире где-то, да даже в офисе найдете. Все-таки, скорее всего, где-то какое-то солнце будет попадать. Поэтому желательно просто, чтобы влияние дневного света было минимизировано. Чем дальше от окна, тем лучше. Аквариум должен стоять подальше от всех отопительных приборов, в том числе от батарей, потому что стабильная температура – это залог успеха здоровья морских обитателей. Обратите внимание на то, что помещение, в котором стоит морской аквариум, должно быть проветриваемым, потому что при скоплении большого количества СО2 уровень ПАЖ в соленой воде, да в любой воде, будет снижаться. А это критично для всех обитателей морского аквариума. Поэтому периодически, ну, желательно по утрам, раз в день, помещение, в котором стоит морской аквариум, чтобы проветривалось, чтобы поступал свежий воздух, углекислый газ уходил, свежий воздух заходил. Когда вы выбрали место для морского аквариума, еще не спешите его покупать и запускать в море, потому что нужно совершить еще один шаг предварительно. Нужно выбрать и установить фильтр обратного осмоса. Мне очень часто пишут, задают вопросы по поводу водоподготовки. Это отдельная большая тема. Я постараюсь записать на эту тему отдельное видео, но сейчас в рамках вот этого запуска я просто скажу, что в запуске морского аквариума должен быть 100% обратный осмос. У вас должна быть вода 100% обратноосматическая. Ни водопровод, ни бутилированная, ни какая-то еще вода. Единственное, что может быть альтернативой обратному осмосу, это дистиллированная вода. Но опять же, дистиллированная вода не из магазина автозапчастей, которые добавляют там, заливают в аккумуляторы, а из аптеки. Такая вода подойдет. Все другие варианты не подойдут. Почему? Кратко скажу. Вода, которая отлично от H2O, в которой есть какие-то примеси, есть какие-то соли, она полезна для человека, она полезна для поглощения в пищу, потому что человеку все-таки чистый H2O вреден. Скажем так, не то чтобы вреден, не очень полезен, потому что нет необходимых минералов и солей. Но для морского аквариума все, что будет дополнительно в воде, это будет лишним, потому что морю, естественно, тоже нужна соль, тоже нужны минералы, но определенные минералы. И все эти минералы уже содержатся в морской соли, которую вы будете использовать при водоподготовке. Так вот, все, что кроме морской соли у вас будет находиться в вашей воде, это излишки, излишки, которые не нужны ни кораллам, ни рыбе, излишки, которыми, скорее всего, воспользуются водоросли. Поэтому обратноосматическая вода, 100% обратноосматическая вода, это аксиома. Учитывайте один момент, что даже если у вас стоит фильтр обратного осмоса, очень часто в бытовых фильтрах обратного осмоса устанавливаются колбы реминерализации. Их нужно убирать, их нужно исключать, потому что, опять же, эта реминерализация, она обогащает воду минералами, которые будут излишними в подготовке вашей морской воды. Осмос установили, теперь переходим к выбору самого аквариума. Здесь нужно вернуться к пункту номер один и посмотреть, сколько у вас есть свободного места в помещении, куда вы выбрали поставить морской аквариум. Потому что от этого тоже очень многое зависит. Если у вас будет слишком большой аквариум, где будет не развернуться, ну, это будет тоже неудобно. Или если он там будет где-то совсем маленький, теряться в пространстве. Поэтому нужно исходить из имеющегося свободного пространства. Вообще, для Первого моря я бы порекомендовал аквариум не меньше 50 литров. Потому что, ну вот 50 это минимум, который прямо такой вот компромисс. Потому что меньше 50 литров аквариум, все-таки в нем очень сложно удержать баланс. Потому что, если чуть-чуть вы пересыпали корма, даже в 50 литрах уже не так просто удержать этот баланс. У вас может скакануть аммоний, аммяк, потравить рыбу и так далее. Особенно, если вы еще не знаете пропорции, сколько сыпать. Так вот, меньше 50 литров даже не смотрите. На море это рискованно. Рискованно. От 50 до 100 литров это вот такой хороший вариант для Первого рифа. Во-первых, чем меньше объем, тем меньше затрат на оборудование, на сам аквариум и на его обслуживание. Потому что меньше расход соли, меньше расход всех реагентов, меньше нужно денег на менее мощную лампу. А лампа это один из самых дорогостоящих девайсов в морском аквариуме. Вот. А если вы поставите слишком большой аквариум, то, как бы, конечно, там баланс удержать проще. Бесспорно. Но все-таки, чем больше море, тем оно будет дороже. И чем больше, там, если у вас в два раза больше объем аквариума, то затраты могут быть не в два, а в три-четыре раза больше, чем при покупке, там, 50-литрового аквариума. Это нужно учитывать. 50 литров. Вот этот аквариум Джонниор, это как раз 50 литров суммарно. Если вместе с сампом и с дисплеем, здесь самп задний. Уже непосредственно в самой банке встроен самп. Соответственно, это такое решение автономное, которое будет работать без каких-то дополнительных систем, без нижних сампов, без всяких усложнений. Но к техническим характеристикам этого аквариума мы подойдем еще чуть попозже. Сейчас просто скажу, что не берите, я вам настоятельно рекомендую, не берите для морского аквариума аквариум со скругленными углами. Знаете, есть такие вот, тут такие углы скругленные. Они очень прикольно смотрятся чистые, очень прикольно смотрятся новые. Но когда стенки начнут зарастать, то это просто будет ад для вас, чтобы почистить вот эти скругленные области. Потому что скребок туда не подлезет, лезвие туда не подлезет. Магнитный скребок тоже не подлезет вот в эти скругления, потому что до скругления он будет чистить, а вот именно вот эту овальную часть он ее не прочистит. Да, есть специальные насадки, есть даже такие скребки, которые с полукруглым профилем. Но они малоэффективны в такой уже грубой, в грубых зарастаниях, потому что вы не ототрете. Будете тереть этим магнитным скребком, но не ототрете. Поэтому не берите аквариум с скругленными углами. В общем, вас прошу, это не голословно. У меня есть на обслуживании один такой аквариум Денрали, у которого вот круглые углы. Пару слов о системе фильтрации. Система фильтрации в маленьком морском аквариуме даже проще, чем в пресноводном. Меня клиенты иногда спрашивают, а чего мне добавить вот к комплекту для того, чтобы фильтровалось лучше? К комплекту добавлять ничего не нужно. Все, что нужно, это здесь уже есть. А есть здесь все по минимуму. Только биоблоки для биологической фильтрации, кирпичи, там, кирпичи или любой другой наполнитель. И все. И больше ничего нет. Потому что биологическая фильтрация, не устану это повторять, биологическая фильтрация – это основа фильтрации морского аквариума. Здесь не будет, ну, даже если и будет какая-то взвесь, то все-таки она не такая большая проблема со взвесью и мутью в морском аквариуме, как в пресноводном. Поэтому здесь нет никаких губок, здесь нет никаких других наполнителей, только биологический наполнитель. Если все-таки какая-то взвесь присутствует, вы, например, там, напылили грунтом или немножко взворошили его, и присутствует какая-то взвесь, просто на несколько часов поместите кусок синтепона в отсек сампа, где находится у вас возвратная помпа, и он буквально за 2-3 часа превратит вашу воду в кристально чистую. И больше ничего не надо. И потом уберите этот синтепон, промойте его, оставьте его на следующий раз. Он многоразового действия. Так работает биологическая фильтрация в морском аквариуме. Не нужно пытаться ее заполнить всевозможными разными составляющими, там, сетками какими-то, углями какие-то, сорбентами. Ничего этого не надо. Просто биологическая фильтрация. Просто хороший пористый материал, высокопористый материал, в основном-то керамический материал или что-то близкое к этому, в котором будут селиться бактерии. Все, больше вам ничего не надо. Часто задаваемый вопрос, можно ли запустить море на внешних фильтрах. Можно, но это будет менее удобно в обслуживании и менее эффективно в самой фильтрации. Почему? Потому что любой маломальский сам, даже внутренний сам, он все равно будет по объему больше среднестатистического внешнего фильтра. Соответственно, в него можно загрузить больше биологического материала, и фильтрация будет происходить эффективнее. Это первое. И второе, в самп всегда есть свободный доступ. Вот он всегда открыт. Он всегда открыт. Это большой его плюс. Потому что в открытый самп вы можете поместить чего-то, убрать. Как я сказал уже, да, если у вас какая-то взвесь, то вы можете синтепон положить там на несколько часов. Самп открыт. Ничего не нужно останавливать, не нужно вскрывать, как это было бы в внешнем фильтре. Если вам что-то закладывать во внешний фильтр, это целая история. Там нужно все остановить, нужно перекрыть клапана, краны, нужно открыть этот фильтр, что, в общем-то, частое открывание внешнего фильтра уменьшает его ресурс. То есть, вот эти манжеты, эти все уплотнители, они же изнашиваются. Соответственно, чем чаще вы его открываете, тем быстрее наступит вероятность его протечки. То есть, внешний фильтр старайтесь часто не открывать. В морском аквариуме все-таки иногда нужно заглянуть, посмотреть. И, в общем-то, смотреть за чистотой во всей системе, в том числе и в сампе, это хорошая опция. Поэтому аквариум с сампом – это всегда преимущество по отношению к внешним фильтрам. Но все-таки на внешниках запуститься можно. Особенно, если это у вас аквариум с мягкими кораллами, не особо требовательными к частоте воды. Я имею в виду частоту не визуально, вот механическая, а частота воды по соотношению нитрат-фосфат, по количеству нитрата и фосфата. Для мягких кораллов все-таки нужно, чтобы нитратов было побольше. И, соответственно, можно запустить на внешнике, но будет он не так эффективен и не так удобен в обслуживании. Если же мы говорим про самп, то конструкция сампы должна быть максимально простой. Почему? Потому что нет никакого смысла в количестве, там, бесконечном количестве перегородок. Вот одна перегородка больше, меньше, какие-то перепады, еще что-то. Я не знаю, для чего это делается, честно говоря. Потому что в моем, например, комплекте, это осознанный выбор. Всего два отсека. Первый отсек под биологическую загрузку, и второй отсек под возвратную помпу. Все, больше ничего не нужно. Почему я сделал так? Не потому, что мне лень перегородок наклеить, да, там, вообще абсолютно не лень. А потому что я борюсь вот в этом объеме сампа, в пространстве сампа, борюсь за объем, за свободный объем. То есть за то, чтобы этот отсек был максимально вместительный. Чтобы я мог в нем разместить оборудование. Чтобы я мог разместить в нем при необходимости флотатор, да. Хотя в этом конкретно комплекте я не рекомендую флотатор. Об этом я тоже еще расскажу попозже, когда буду запускать его. Но все-таки, если какие-то у вас там СПСник и очень такие требовательные кораллы, то сюда можно поставить флотатор подороже, который более эффективный. И для этого есть здесь пространство. Если бы здесь было 3-4 отсека, то, скорее всего, тут просто бы не оставалось пространства для нормального, производительного, хорошего флотатора. А здесь у меня есть место и для флотатора, если он потребуется, и для биозагрузки. Больше отсеков тут не нужно. Очень важный момент и еще один важный плюс сампа. В том, что у него есть система переливов. Вот из-за того, что отсеки, тут у него несколько отсеков, тут, допустим, два, у него есть перелив. Первый – это вот эта решетка, через которую переливается вода в первый отсек сампа. И второй – это из первого отсека во второй отсек переходит вода снова по переливу. Почему эти переливы так важны? Каждый перелив обогащает воду кислородом. Каждый перелив, вот это вот движение, движение поверхности воды, оно захватывает кислород и обогащает его. Соответственно, в морских аквариумах нет компрессоров. Почему? Потому что… Две причины. Первая причина – потому что пузырьки от компрессора, они вам забрызгают в радиусе там полуметра все в белой соли. Ну, это далеко не самое приятное, что можно наблюдать от морского аквариума. Это вокруг аура из белой соли. На стенах, на полу. Никому этого не надо. Во-вторых, все распылители, которые используются в пресноводных аквариумах, они очень быстро забиваются в морской соленой воде. Соответственно, они не будут долго распылять, ну, и нет никакого в них смысла. Так вот, насыщение воды кислородом в морском аквариуме происходит как раз-таки за счет переливов, за счет вот этой системы переливов. Также еще и за счет флотаторов, но так как здесь флотатора нет, основное насыщение кислородом воды происходит в Сампи. Раз уж упомянул про флотаторы, скажу сейчас немножко про них. Почему я не рекомендую флотаторы вот в эти 50-литровые комплекты, да и в любое 50-литровые, 50-60, еще меньше аквариум морской. Потому что эффективность флотаторов под наноаквариумы, она очень низкая. Честно скажу, вот сколько я пробовал, использовал разных флотаторов, разных производителей для наноаквариумов, именно вот такие компактные флотаторы, от них толку очень мало. От них вот скемат, он какой-то идет, такой желтенькая водичка, непонятная какая-то, что он есть, что его нет, только шумит, только гудит. Вот гудит он, да, гудит он как взрослый. А эффективности от него не особо много. Конечно, если поставить сюда высокопроизводительный флотатор, например, Эхаймским Марин 300, который я устанавливаю на комплекты Мидл, то эффективность от него будет. Да, он эффективный, он у меня работал на 180-литровом аквариуме, хорошо вытягивал. Но, во-первых, он дороговатый, потому что это все-таки комплект более такой бюджетный вариант, не очень дорогой. А во-вторых, в аквариуме малого объема нет никакой сложности избавиться от излишков нитрата и фосфата. Вы просто сделаете большую подмену, да и все. Я об этом уже говорил много раз, но раз уж зашла об этом тема, то скажу еще раз. Просто сделаете 20-30, 50% смену воды в маленьком объеме, это нетрудно сделать. Поменять 20 литров воды, это нормально. В любом ведре, более-менее там, в бутыле, вы можете замешать эту соль, ну, эту воду засолить, и никаких проблем не будет. И вы сразу же практически избавитесь от излишков этих нитратов, фосфатов, от которых призван избавлять флотатор, хороший флотатор. Так вот, в маленьких системах вы просто решите эту проблему подменами, и не нужен вам никакой флотатор. Если, конечно, хотите, если очень сильно вам вот прям вот нужно, можно его установить. Но учитывайте, что хороший флотатор будет стоить дороже, и второе, он все-таки будет шуметь. Если у вас стоит аквариум в спальне, то если у вас высокая чувствительность к шуму, не рекомендую устанавливать аквариум с флотатором в спальне. Хочу коснуться немножко эстетической составляющей, потому что все-таки в основном люди выбирают аквариум не как технический резервуар, а как частичку природной, вот такой красоты, которая стоит в доме, в квартире, в офисе, и является каким-то таким интерьерным решением. Поэтому здесь нужно смотреть, обращать внимание при выборе морского аквариума на то, чтобы он смотрелся хорошо, чтобы он был эстетичным. Соответственно, вот швы. Обращайте внимание на то, чтобы швы аквариума были тоненькие. Мне нравятся, например, швы аквариума из бесцветного силикона, не из черного, потому что бесцветный силикон, он придает такой воздушности самой банке, самому аквариуму. С черными краями, все-таки это какие-то рамки, такие очерченные, контрастные черные рамки. Не всем нравятся, мне лично не очень они нравятся, поэтому мои комплекты все идут именно с бесцветным силиконом, с тонкими швами. Заборная решетка. Вроде бы как мелочь, но из таких мелочей и состоит дизайн. В комплектах Junior заборная решетка идет одним целым с задней стенкой. Стенка, которая отделяет область дисплея от области сампа. Соответственно, она прямо здесь, в самой этой задней стенке, вырезаны лазерно-резкой щели, которые не выглядят каким-то инородным телом и не отклеятся у вас от нее, потому что это та же самая задняя стенка и есть, в которой просто вырезаны отверстия. Так, я уже много сказал. Итак, аквариум выбрали, установили, приступаем к запуску. Заливаем осмос. Обратите внимание, я не насыпал сюда песок, потому что до тех пор, пока вы не засолите воду, не надо в аквариум ничего помещать. Ни декорацию, ни камни живые, естественно, потому что в пресной воде все из живых камней помрет. Соответственно, живые камни нужно вообще размещать только в засоленной воде. Но и грунт тоже, в общем-то, не надо, несмотря на то, что грунт у нас чистый, без бактерий, пока без ничего. Он будет мешать перемешиванию соли. Поэтому на этапе засолки в аквариуме не должно быть ничего. Просто пустой аквариум и вода, и помпа. Заливаем воду. Как я уже сказал, стопроцентный обратный осмос. Еще 5 литров налил. Сейчас посмотрим, хватит. Пошло в сам. Вроде бы как хватает. Сейчас включим помпу и посмотрим. Вот так у нас пока уровень воды на 45 литров. Сейчас включим помпу и посмотрим, как уровень изменится. Когда включаем помпу, во втором отсеке уровень, видите, сразу же снижается. Потому что отсюда вода уходит, уходит в дисплей, а из дисплея уже идет вот такой круговорот. Все, она устоялась вот на таком уровне, где-то на середине. Это малый уровень для того, чтобы нормально функционировал аквариум. Потому что если прислушаться, здесь будет журчание из вот этого перелива. Не сильное, но журчание есть. Чтобы его избежать, аквариум можно настроить так, чтобы он был вообще практически бесшумный. Я имею в виду, чтобы не было журчания воды. Просто уровень сделайте вот так вот под эту перегородку. Здесь. И все. Но мы сейчас так делать не будем, потому что этого пока будет достаточно для того, чтобы соль перемешивалась. Тем более, что от соли сейчас еще добавятся объемы. И плюс грунт, плюс еще декорация. Это все добавит объемы воды. И может быть, нам даже ничего не нужно будет добавлять. Соль. Засыпаем соль. Вот здесь 1575 грамм соли на 45 литров по 35 грамм на литр. На соли я рекомендую не экономить. Лучше взять хорошую. Если вы уверены в качестве соли, то используйте ее. Если не уверены, то лучше взять нормальных проверенных брендов. Я рекомендую Сиким и Ред Си. Ну, в зависимости от того, какая доступна в вашем регионе. Это Сиким. В общем-то, я также пользуюсь и солью Ред Си. Сейчас засыпаем. Главное правило при засолке соль сыпется в воду. Никогда не вода в соль. Размешивание будет по-другому. Размешается все как-то неправильно. И поэтому только соль в воду. Вот так вот постепенно на области с течением засыпаем соль. Вообще в этих комплектов я не использую дополнительные помпы течения, потому что течения от возвратной помпы обычно достаточно. Но для того, чтобы растворилась быстрее соль, я сейчас вот эту старую свою помпу течения возьму, включу ее. Прямо здесь в дисплее это старая какая-то у меня из каких-то еще непонятно каких времен. Она на присоске даже уже не держится, поэтому я просто прикрепил ее к грузу такому, чтобы ее там не колбасило по всем сторонам и чтобы провод не запутывался. Я ее сейчас включу для ускорения перемешивания соли. Потом уберу. Так, пошла. Пока у нас растворяется соль, установлю-ка я грелку. Грелка это, я считаю, необходимая штука в морском аквариуме. Именно в морском пресноводном я не вижу смысла в использовании нагревателей, а в морском вижу. Потому что в морском аквариуме температура должна быть стабильная 25-26 градусов. Чтобы ее поддерживать, нужен нагреватель. Так, у нас здесь нагреватель итальянский Ситча на 100 ватт, которого вполне хватит для объема от 50 до 100 литров. устанавливается нагреватель у нас только в первый отсек, там, где вода никогда не уменьшается, уровень воды не уменьшается. Уровень воды уменьшается всегда во втором отсеке, там, где возвратная помпа. Вот туда грелку ставить нельзя, потому что если уровень воды понизится настолько, что оголит нагревательный элемент грелки, то она может выйти из строя, может даже взорваться. Нам это не нужно, поэтому мы устанавливаем нагреватель только в первый отсек, в котором стабильный уровень воды независимо от испарения. Устанавливаем. Пока размешивается соль, сразу и установим светильник. На этом комплекте будет установлен светильник Микмол Тор 60 ватт, которого вполне будет достаточно, даже предостаточно для этого комплекта. Вот так он у нас в упаковке выглядит. Вот здесь в комплекте сам светильник получается, вот он Bluetooth контроллер, тут блок питания и вилка, и кронштейн, на котором он крепится на заднюю стенку. Кронштейн собрали, установили под определенными нужными углами. Так, установили, включили, только подключу его к приложению. Приложение у нас iMacMole, добавляем плюсик, сразу его находит, перейти к добавлению, плюс, соединяется, он быстро соединяется, завершить. все, вот он наш светильник. Вот здесь есть кнопка, которую можно проверить, что он к нему или не к нему подключился. Нажимаем, он выключается, включается, все, это наш светильник. Так, сейчас поставим на него пока пресет SPS20K Deep Blue подтвердить. Он, кстати, скоро на закат пойдет у нас, уже вечер. Мне этот пресет, в общем-то, нравится. Свет будет выключен вплоть до заселения первых кораллов. До первых кораллов свет нам здесь не нужен, он будет на руку, только водорослям. Поэтому пускай развиваются бактерии, а бактерии могут развиваться спокойно и без света. Им это будет даже лучше. Так, соль у нас размешивается уже 50 минут, почти час, и вся размешалась. На дне у нас ничего нет, в санке у нас ничего нет. Еще мутновато, но это нормально, это, в общем-то, нормально, поэтому продолжаем. Сейчас мы уберем вот эту вспомогательную помпу, и вообще отключим циркуляцию, чтобы померить плотность, для того, чтобы определить правильно мы засыпали количество соли или неправильно. Вот такой вот у нас нехитрый девайс, поплавковый. Засыпаем грунт. Грунт я использовал вот этот Sikkim Pearl Beach. Он такой крупноватый, но в этом даже есть и преимущество, потому что крупный песок его не размывает течением. Если слишком мелкий песок, то будут какие-то залысины на дне, потому что толщина слоя песка невысокая, небольшая, большую толщину слоя песка не рекомендуется делать. И соответственно течение может смывать мелкую фракцию. а здесь он такой разнородный от мелкой от самой до крупноватой где-то 3-4 миллиметра в диаметре такие камешки. Вот мы сейчас его промыли. Обязательно промывайте грунт перед использованием. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, это у нас Биодайджест. Есть. И корм для Биодайджеста. Биоптим. Ну и чтобы нам совсем уже ускорить наш процесс запуска, мы используем уже оживленные биоблоки. Вот эти биоблоки, которые я только что извлек из своей морской системы большой. И сейчас мы их сюда поместим. Они уже с бактериями. Многие знают, что в подавляющем большинстве своих проектов я использую керамические декорации. Почему? Потому что в керамике вы точно не занесете никаких вредителей, никаких паразитов, никаких нелегалов, таких как крабы, например. Которые являются нежелательными жителями в рифах, потому что они могут портить кораллы. Или, по крайней мере, сдвигать их. Вторая причина – это удобство размещения кораллов на декорации. Декорации имеют вот такие плашка-места, здесь видно, отверстия, в которые очень просто размещать плашки, на которых уже наклеены заранее кораллы. Вы можете перемещать эти плашки между собой, где хотите, пока они не прирастут. Ну и третье – это, в общем-то, сразу же уже готовый дизайн. Вы поместили декорацию в риф, и дизайн морского аквариума вам уже готов. Так, сегодня у нас две недели с момента запуска этого морского аквариума. Запускали мы его 22 января, сегодня у нас 5 февраля. Ровно две недели прошло. За это время, ну, ничего, в общем-то, не произошло с аквариумом. Единственное, что та муть, которая была на запуске, естественно, прошла. Она прошла на второй день, уже на второй день аквариум стоял в таком же виде, абсолютно, как сейчас. Ничего не меняется. Все, что я здесь делаю, это только доливаю осмоса взамен испарившейся воды. Вода испаряется здесь очень активно, интенсивно, потому что я добавил температуры. И здесь сейчас, вот по электронному термометру, 30,1 градуса Цельсия. Для чего я добавил температуру? Для того, чтобы процесс размножения нужных нам бактерий прошел быстрее. При увеличении температуры бактерии размножаются быстрее. Поэтому здесь для азотного цикла это сейчас будет нам полезно. Но из-за этого испаряется здесь воды, наверное, литр, может быть, даже больше литра в сутки. И все, что я пока делаю, это добавляю каждый вечер осмоса взамен испарившейся. И все. По свету, как я и говорил, света я здесь не включал еще. Он тут не нужен. Он только будет препятствовать... Ну, не то чтобы препятствовать, он будет способствовать росту водорослей, которые, в свою очередь, будут конкурировать с бактериями за еду. Чтобы не было у бактерий пока конкурентов, чтобы они нормально заселились во все... В декорацию, в грунт, везде, во все поверхности. Мы не будем включать свет. Я думаю, что еще пару недель аквариум простоит без света. И только через пару недель мы свет включим. На этом сегодня я закончу первую часть. И уже во вторую часть войдет включение света, добавление живности и так далее. Там посмотрим, что конкретно туда войдет, пока не знаю. Но первая часть на этом закончена. Напомню, что морские комплекты GreenArt Marine можно выбрать у меня на сайте. Ссылку на сайт я оставлю в описании под этим видео. На сегодня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Давайте. До связи.